приветик друзья тут моя кабачковая паленка ой смотрите какая красота вы это видели вот такая красотень две ладони короче цветут цветут мои кабачули вот такие вот кабачки громадные ну думаете что я совсем с ума сошла огород запустила нет я специально специально выращивала видите рука еле поднимает были мышцы видели как они напрягаются когда его пытаюсь поднять вот от руки только пол кабачка ася как всегда ася ну-ка вот так вот я просто специально выращиваю кабачки теперь до такого состояния что появилась кожица они так подольше и полежат и мякоти там побольше косточки вытащу и что буду делать конечно же кабачковую икру а может попробую и в тертом отжатом виде по замораживать их потому что все-таки у такого кабачка влажность меньше они чуть-чуть посуше чем совсем молоденькие зеленые маленьких зеленых одна вода а в этих долаем до расти и как говорится есть чему барс теперь идет барс ты тоже пришел посмотреть что это тут хозяйка чему тут радуется а этими уже можно кабачками серьезно заняться на кухне нам очень захотелось мне его взвесить конечно кухонные весы жалко на это использовать такой с виду тяжелый возьмем такие весы два с половиной килограмма принципе кухонные весы вполне справились бы с ним но единственное что он длинный донором больше 40 сантиметров вот такой вот красавец весы отключим и пока оставит вот эта компания веселая подлежит так кожица толстенькая они достаточно хорошо полежат и дождутся когда мне будет время чтобы их приготовить а готовить буду я рецепт я вам не скажу кабачковую икру ну что у меня есть я уже первую партию готовила просто обжаренные то что остатки вам показан что осталось кабачки кубиками обжариваем морковку кубиками обжарим лучок не сильно мелко чуть-чуть болгарского перчика потом все это вместе тушится соль по вкусу получается получается обычная рагу овощную которому вы привыкли и только потом блендером погруженным превращаем это рагу пюрешку а точнее в отличную кабачковую икру а еще чуть-чуть томатной пасты томатная паста тоже своя знаете ли из чего когда я готовила томатный сок все отжимки которые остались на сите на дружоке там кожица с косточками с остатками мякоти все яйца как говорится высокую емкость и блендером измельчила и получилась достаточно густая томатная паста которую можно добавить для подкрашивания вот в эту кабачковую икру вот такое вот безотходное производство вот такая травка газонная прикольная мне еще подстригать не надо это на соляной лиумной кухне вот так вот я съемки на полу провожу потому что весы на полу ну что ж друзья вот такой рецепт но это мы приготовили для стола поэтому уксус я еще не добавляла а вот следующий раз когда займусь этими гигантами тогда буду уже и уксус добавлять ну что друзья пока пока приятного аппетита удачных вам заготовок